Доброго дня! Хотел поговорить сегодня про предвыборную борьбу, которая сводится к борьбе всех кандидатов в президенты и ведущих разнообразных ток-шоу против одного кандидата, только против Грудинина. Да и, честно сказать, сложно называть дебатами эту позорную клоунаду с расставленными по периметру кандидатами, которым пропутинские марионетки задают заранее подготовленные вопросы, в которых говорят о культуре, о Сирии, о фильмах и картинах, хоть о птичках, только ни о разваленной России, ни о миллионах нищих сограждан, ни об олигархах, которые растащили все народное добро. Я второй день смотрю на эту вакханалию и думаю, какой же Владимир Владимирович продуман, если так хитро привлек Грудинина в качестве спойлера. Так хитро привлек, что аж сам испугался до диареи, сам себя перехитрил. Да глядя на травлю, которую устраивают Грудинину наши власти, перестаешь сомневаться в том, что наша верхушка не только растерялась от появления Грудинина в списке кандидатов, но и находится в панике на данный момент. Куча вот этого дерьмового компромата, который вывалился из маркетологов Путина на Грудинина, сработала очень слабо. Она выбила из рядов сомневающихся совсем уж безмозглых. И тут же в бой пошли прокладки, типа Бабурина и Сурайкина. Причем прокладки, на мой взгляд, не политические, а чисто гигиенические. Сурайкин вот почему-то особенно мерзок. Глядя на него, видится ни на что не способный неудачник, выезжающий всю жизнь на наглости, отсутствии совести, на каком-то предательстве и подставах. И ясно понимаю, почему нет хотя бы представителей от действующего президента. Нельзя же принародно позориться, а сказать абсолютно нечего, кроме ежедневной ваты, забивающей мозги, глаза и уши граждан России. Я хотел сегодня высказать свое мнение по этой тошнотворной, трусливой избирательной кампании, в которой агонизирующие власти проигрывают по всем критериям, но увидел, что обо всем этом очень хорошо рассказали коммунисты. В России 21 века не существует официальной идеологии. Да она не нужна так удобнее. Верхи притворяют в жизнь свои либеральные ценности, проще говоря, живут как удобно и приятно им. Так ведь остальной мир живет, есть на кого равняться. Только вот к российским незамыто никак не относятся. Действует уже привычная формула. Народ российский, вы выживаете, вас шатает. Нужно теснее сплотить ряды в едином патриотическом порыве. Ваше шатание в общем массе никто и не заметит. И главное, кто во всем виноват. Левых старательно не пускали во власть всегда, во всем мире. Левые невыгодны тем, кто хочет жить и живет по своим либеральным ценностям. Левые могут то, что не может никто в мире. Дать простому народу надежду на то, что они будут жить достойно. Коммунисты эту надежду воплотили в жизнь. Вы полагаете, что эти в верхах об этом забыли? Они хотят социальной справедливости? Они хотят, чтобы народ перестал чувствовать себя биомассой и начал строить свою новую жизнь? Он начнет обязательно, только уже без них. Мы одни против всего капиталистического мира. В прошлом веке мы победили. Давайте все вместе сделаем из этого традицию. СМИ продолжают информационную войну против народного кандидата в президенты России. На центральных телеканалах появился рекламный ролик одного из кандидатов, полностью повторяющий предвыборный агитационный материал Павла Грудинина. Зачем и кому это нужно, разбирался Кирилл Гуцков. За годы своего существования КПРФ не раз подвергалась провокациям. Перед каждой избирательной кампанией провластные политтехнологи запускали на российский политический небосклон различные КПСС, патриотов России и прочие партии, чьей основной целью было запутать избирателя и отщепнуть голоса от Компартии. Для проекта под названием «Коммунисты России» не стали выдумывать новых схем. По-моему, в 2012 году кремлевские политтехнологи поняли, а почему бы не создать параллельную так называемую коммунистическую партию и использовать ее в качестве клона на выборах, используя ту же символику, ту же аббревиатуру, те же символы КПРФ, ту же риторику. Приложив минимум фантазии, для Максима Сурайкина создали рекламный ролик-спойлер, практически полностью копирующий идею, основные тезисы и видеоряд ролика Павла Грудинина. Идентично начало роликов, крутящийся земной шар. Графика. Текст выполнен в едином стиле, идентична идее его размещения на картинке. И даже символика. Концовки ролика совпадают даже по тексту, отличаются лишь фотографии. Сходство налицо. При этом более половины материалов о Павле Грудинине на центральных телеканалах носят отрицательный характер. Образ же Сурайкина стопроцентно положительный, даже несмотря на его якобы сталинскую риторику. И еще о маленьких хитростях. Ролики обоих кандидатов нередко даются встык, и у зрителя создается впечатление, что команда Грудинина позаимствовала идею господина Сурайкина. Не исключено, как информационный повод КПРФ могут обвинить в плагиате. Этот ролик о Павле Николаевиче Грудинине мы сняли в августе месяце 2017 года. И с сентября месяца он был в эфире нашего канала. Немножко с другой концовкой. Поэтому вряд ли им удастся это сделать. Хотя признаки этого есть, и мы такую информацию получили даже с телеканалов федеральных. Такая методика ведения информационной войны не нова. Еще в 1999 году Борис Березовский с Сергеем Доренко на Первом канале похожими способами мочили Евгения Примакова. Примаков снялся в ролике обращение свое к народу. В той же декорации был отснят Жириновский. И эти ролики ставились в стык. Сначала Жириновский, потом Примаков, потом опять Жириновский. И эффект от обращения Примакова, конечно, упал. Задачи ролика понятны. С помощью политтехнологического бреда подменить в сознании телезрителей материалы о практических делах Павла Грудинина и его предприятий. Спойлерские функции выполняются сполна. Мы видим, что появилась политическая реклама на телеканалах, где в рекламных роликах в пользу кандидата от партии «Коммунисты России» используются ровно те же подходы, которые Компартия России использовала для того, чтобы подготовить свою видеопродукцию рекламную для агитации за Павла Николаевича Грудинина. Ничего удивительного мы в этом не видим. Считаем, что избиратели разберутся, и что подобные дешевые приемы не позволят выйти в итогах голосования за рамки той статистической погрешности. Подобные методы предвыборной борьбы, если и работают, то только до определенного момента. О состоянии избирателя определяют непредвыборные ролики о бытие, то есть сама жизнь и, в частности, реальные дела кандидатов. У каждого из кандидатов, напомню, есть две минуты на заключительное слово. Павел Грудинин, ваши две минуты, прошу. Слушайте, мне очень приятно, что все кандидаты, которые здесь стоят, прочитали нашу программу и растащили ее на свои тезисы. Но я хотел к вам обратиться. Пожалуйста. Я могу вам сказать только одно. Вот то, что сейчас здесь происходит, это не дебаты. Это базар, это какие-то крики с места. Дебаты – это когда ты споришь с соперником. Здесь вопросы и ответы – это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас только шесть минут, необъяснимо никому. Вы получили от нас письмо. Ну, я имею в виду не вас, а руководство. Которое предложило, мы предложили вам сделать все по-другому. Вы игнорируете это все. Центральная избирательная комиссия и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один, взяли, сделали из этих вот так называемых дебаток шоу и занимаетесь только одним. Тем, что вы портите отношение к президентским выборам. Вы сносите вообще понятие президентских выборов. Я не собираюсь в этом участвовать больше, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Потому что это балаган. Если вы собираетесь что-то изменить в этой ситуации, вы должны тогда принять наши предложения, сделать дебаты, а не вот это вот выстраивание всех, как ваше интервью. Причем вы абсолютно уверенно, я вам говорю, что вы фальсифицируете статистические данные. Россия находится в ужасном финансовом положении. У нас идет стагнация уже не один год. И дело даже не в санкциях, а в том, что именно власть сделала так, чтобы наша экономика была неконкурентоспособной. Правительство Российской Федерации должно должно выгнано быть президентом. Но до сих пор вот этот принцип, хоть плохие, но наши, свои. Поэтому я считаю, что эти дебаты не имеют права на жизнь. И поэтому я покидаю эту студию, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не хотели приходить на президентские выборы. Спасибо вам большое. Ну, может, мне дадите возможность ответить, Павел Николаевич? Отвечайте. Американские военные готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России. С таким заявлением выступил глава МИД Сергей Лавров на конференции по разоружению. По его мнению, это говорит об агрессивной позиции Соединенных Штатов. Лавров напомнил, что наша страна не обладает тактическим ядерным вооружением.